История русско-армянских отношений богата страницами боевой славы, героизма и братства. Во время Первой мировой войны кубанские казаки навеки покрыли свои знамена славой, добытой под Ириванской крепостью Баязетом, Эрзерумом, Карсом, Сарыкамышем. Вместе с ними, бок о бок, храбро сражались за свою независимость армянские добровольцы. Через 30 с небольшим лет кубанские станицы и хутора освобождали от фашистских полчищ, в том числе и армянские стрелковые дивизии, многие воины которых сложили здесь свои головы. Это стройки из книги «Дорога в бессмертие», презентация которой недавно состоялась в стенах региональной армянской национально-культурной автономии Краснодарского края. Печатный труд кубанского писателя, краеведа, потомственного казака Михаила Сергеевича Тимченко вышел в свет в рамках культурно-просветительского проекта Библиотека армянской национально-культурной автономии. Слово для открытия по традиции предоставляется настоятелю церкви святых Саака и Мисропа, священнику Тер-Даниэлу. В своем приветственном слове Тер-Даниэл подчеркнул важность любых инициатив, направленных на сближение представителей различных культур, национальности и конфессий, что безусловно способствует сохранению в нашем многоциональном крае атмосферы дружбы и взаимоуважения. Любые действия людей, направленные на сближение, на дружеское взаимопонимание, они, конечно, безусловно, приветствуются всеми конфессиями и всяким здравомыслящим человеком. Дай Бог вам больших творческих успехов еще, и чтобы еще не одну книжку мы могли презентовать вместе. Храни вас Господь. Координатор проекта, руководитель редакционно-издательского отдела армянской национально-культурной автономии Кубани Христофор Вагаршакович Мхитарян говорил об уникальности издания, в котором собраны документальные сведения, повествующие о боевом братстве кубанских казаков и армянских добровольцев, вместе громивших общего врага на Кавказском фронте. К этим событиям у автора свое личностное отношение. Его предки-казаки сражались на турецко-русских фронтах и остались лежать там, за Араксом. В начале Первой мировой войны армяне всего мира начали собирать средства для экипировки добровольцев. Татора миллиона рублей, а тем временам колоссальные деньги. И из них миллион был собран на территории России. К концу года добровольцев уже было 25 тысяч. Они приезжали отовсюду. Забирались очень тяжело морем до Архангельска, потом до Санкт-Петербурга, и потом уже поездом на юг, сюда, на Кубань. Я помню замечательную фотографию армянских добровольцев из Америки в Санкт-Петербурге. Прекрасные лица, безукоризненно одеты, великолепные костюмы. Я понимаю, что у них обеспеченная жизнь, ясное будущее. Практически ведь они не умели воевать. Они просто были готовы к этому. Что это? Голос крови, зов души. Они приехали умирать. Но они не только умирали, они великолепно сражались. Они научились сражаться. И это были великолепные воины. Отсюда, вот от печальной стенки, уходили корабли военные. Порт Резе. И дальше, для штурма Трабзона. Есть один на этом свете главный сюжет. Это евангельский сюжет. Он повторяется в каждом столетии обязательно. Я так рад, и мне так радостно, так хорошо от того, что в этом сюжете, в этой трагедии 15-го года мы, то есть мои родные, дед мой, прадед, казаки, мы не Каины и не Иуды. Они как могли, воевали, спасали своих братьев, христиан, армян, греков. Казаки-кубанцы отправлялись на турецкий фронт из Новороссийской и Севастополя. Их провожал лично государь Николай Александрович. Все понимали, что идут на помощь братьям-христианам. Это казаки 1-го Кавказского и Таманского полков кубанского казачьего войска на погонах 1-К и Т. Это просто наши близкие родственники с конкретными именами и судьбами. Харунжий 1-го Кавказского полка Федор Елисеев рассказывает, «Мы ворвались с боем в село у самого озера Ван. Десятка-два конных курдов в беспорядке широким наметом понеслись на юг. В селе десятки трупов. Все еще свежи. Молодые парни с чуть пробивающимися усиками, изнасилованные женщины, всех перерезано горло. Несколько случайно спасшихся женщин, увидев нас и принимая за курдов, не заплакали, а завыли по зверинам, считая, что для них смерть и мучения неизбежны. Я снял папаху и перекрестился. И по этому жесту они поняли, что спасены». В отряд вместе с лучшими казачьими кубанскими полками входили три армянские добровольческие дружины под командованием Дроа, Амазаспай и Керри. Мы шли по следам прославленной армянской дружины Андроника. Он двигался со стороны Персии, жестоко мстил туркам и курдам. Дружинники не носили погон, но их добровольная дисциплина была железной, построенной на глубочайшем национальном энтузиазме и на одной пламенной цели – освободить Армению от турок любой ценой. Они были бесценными помощниками казачьим отрядам и дрались отчаянно, выказывая полное презрение к смерти. Ни турки, ни курды армян, ни армяне их в плен не брали. Нам пришлось воевать непосредственно на склонах Арарата, временами выше трех тысяч метров, над уровнем моря. Казаки уже знали, что там впереди творятся жуткие злодеяния. Дживдет Бей, зятин Вера, наместник Ванского округа, изобретал все новые и новые методы пыток. По его приказу армянам прибивали к ступням лошадиные подковы. Армяне в дребезги разбили гарнизон турок и полностью захватили власть в городе. А мы все шли и шли с боями в сторону Вана. Впереди дружина Керри вела с курдами легкую перестрелку. Мы без промедления атакуем курдов. По цепи в мою сторону едет кто-то верхом. Курды усилили огонь. Я машу рукой конному. Ложись, но он шагом подъехал. Спасибо казакам выручили. Позвольте представиться, господин офицер. Я Керри. И подал мне руку. Все это стоя под плотным огнем курдов. После этого боя мы стали кунаками. Мы оставим тоску печаль в темном лесу. Будем привыкать мы к казакам. Ну что же, давайте дадим слово самому автору. Михаил Сергеевич, вам слово. Искренне большое спасибо за добрые слова, сказанные в мой адрес, в адрес нашего народа, в адрес казаков, которые вместе с армянским народом, с армянскими добровольцами воевали вместе против общего врага и были всегда вместе. Чем больше времени отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны, тем больше мы осознаем, как важно сохранять память о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину. В 1975 году, выражая общую волю и в благодарность воинам-освободителям, станичный учитель Тимченко стал инициатором возведения в родной станице Сергиевской памятного обелиска погибшим воинам 409-й армянской дивизии. И теперь каждый год, 11 февраля, жители станицы собираются у мемориала, чтобы отдать дань памяти героям. Морозное утро, но мемориальная площадь перед сельской школой, как всегда в этот день, заполнена празднично одетыми людьми. В руках у них живые цветы. Каждый год, вот уже больше 30 лет, 11 февраля, жители станицы Сергиевской приходят к памятнику освободителям своей малой Родины, чтобы отдать дань памяти погибшим воинам 409-й армянской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Ленинакане и принимала участие в освобождении Кубани, Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. В этих местах шли тяжелые бои за Кавказ. И когда в феврале 43-го началось освобождение кубанских станиц от немецких захватчиков, в кровопролитных сражениях активно участвовали воины этого соединения. В 1975 году, благодаря инициативе Михаила Сергеевича Тимченко, тогда еще школьного учителя истории, а ныне известного общественного деятеля, писателя, казачьего летописца и большого друга армянского народа, был сооружен мемориальный комплекс как дань памяти этим историческим событиям. Под ножами мемориала ветераны и благодарные потомки возлагают сегодня гвоздики, красные, как кровь, павших героев. На этих памятных плитах высечены имена воинов разных национальностей, и говорили они на разных языках. Но их объединяла главное – сновья любовь к своей отчизне. И память об этих еще совсем молодых людях, сложивших свои головы за наше будущее, должна храниться в сердцах станичников и нашей молодежи. К 75-летию Великой Победы хутори-пады брюховецкого сельского поселения завершились работы по реконструкции и благоустройству территории мемориального комплекса, посвященного подвигу воинов еще одного армянского подразделения, также принимавшего участие в освобождении кубанских городов и станиц 89-й армянской стрелковой дивизии. Значение этой книги трудно переоценить. На сегодняшний день очень мало литературы, которая рассказывает о тех временах исторических, она послужит подспорьем для изучения истории того периода, истории братских отношений армянского народа и казаков. Она несет в том числе и историческую правду. Творческую встречу с кубанским писателем завершил председатель армянской национально-культурной автономии города Краснодара депутат Городской Думы Сергей Георгиевич Рушанян. Замечательная презентация удивительной книги Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич, мы вас уважаем не только как историка, как краеведа, но и как истинного патриота своей Родины и настоящего друга армянского народа. У вас недавно был юбилей. Хотел я вас поздравить от имени армянской культурной автономии с этим юбилеем и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, еще успехов. Хотел бы вам вручить подарок. После презентации состоялась автограф-сессия. К Михаилу Сергеевичу выстроилась очередь желающих получить экземпляр с авторской подписью. Теперь эти книги станут еще дороже. Конечно, они материальны, ведь такой автограф персонализирует книгу, устанавливая особую связь между писателем и его благодарным читателем. Я хотел искренне поблагодарить армянскую культурную автономию города Краснодара и всех тех, кто сегодня оставил свои домашние заботы и пришли для того, чтобы встретиться или совершить экскурс в историю русско-армянских отношений и приобщиться к истокам той боевой дружбы, которая была закалена, облита кровью и слезами в годы тяжких испытаний наших народов, в годы Первой мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, ну, вообще во все русско-турецкие войны, когда рядом с русскими, рядом с казаками и были всегда, и остаются армяне. Эти книги, эти фильмы, эти эпизоды, это самые большие инвестиции, которые вы вкладываете в души людей, своих соплеменников, которые жили, живут и в мире согласии сегодня вместе с нами на нашей благодатной кубанской земле. В школах и библиотеках можно до сих пор увидеть такие плакатики. «Любите книгу источник знания». Книга – это уходящая натура. Прочесть книгу надо дать себе труд. К сожалению, это удовольствие становится все более и более дорогим. Но, к счастью, есть люди, благодаря доброй воле которых мы печатаем наши книги. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, есть информация, которую нужно сохранить. Остановить ее во времени в пространстве. И книга для этого наилучший вариант. В частности, та книга, которую сегодня мы презентовали, ярчайшее тому подтверждение. Удивительная фактура, письма, воспоминания, газетные вырезки того времени. И все это автор пропустил через себя и создал свою книгу. После презентации книги, после ее продвижения, после того, как она найдет своего читателя, она переместится в интернет, в электронном виде. На сайт Армянской национальной культурной автономии Кубани. Сейчас идет обсуждение вопросов, чтобы создать целую электронную библиотеку на электронном ресурсе Армянской национальной культурной автономии. То, что мы делаем, это первые шаги. Что это будет вообще? Ну, во-первых, это наши книги. Вот первый том энциклопедии «Армяне при Черноморье». Книга, которую мы сегодня издали. Другие книги. Они будут размещаться. И, конечно же, наиболее интересные образчики армянской литературы. Открою тайну, что на подходе уже следующая книга. И она очень интересная. Я надеюсь, что через некоторое время в этих стенах мы будем присутствовать на ее презентации. Я вновь с тобой Мой древний город, Мой старый друг, Отец и брат, И в снежно-солнечном дозоре Большой и малый Арарат. Тепло заполни Наши встречи И дружбу Тука Крест храня, Ты провожал Меня под вечер Слезами Длинного дождя. Давно с тобой Я подружился И воля Господа была. Мой дед Двоем с тобой Молился За одоление Врага Он гнал его От Ашакана Считая каждую версту На берегу Седого вона Остался вечно На посту Там с той поры Весною рано В своем наряде Огневом Играют дикие тюльпаны Казачьим красным Башлыком Не потому Львиков завеса Слетает в мысля Бесчудес Молитвы Пастора Нарсеса Не часто Слышится С небес Нихта Божественная сила И разум Мудрых стариков Что на века Благословила Союз армян И казаков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok